наступило 13 июня 2015 год сейчас час ночь на 1 час ночи пошел мы легли спать в палатке с гриба басом ворнер с игорем решили пойти в первую сбору до туда идти недалеко хотя там печечку растопить и там переночевать потому что хоть и ворнер забрал с собой ватники он говорит тоже замерз у нас видимо из-за того что палатка не такая большая она типа как ракушка и вдвоем нормальному тут как ты надышишь и тепло становится в общем я так особо сильно в этой палатке не замерз я так посмотрел тут можно принципе даже втроем расположиться вот видите посередине есть место вроде бы как это будет вообще как бы плотно но зато если даже холоднее будет на улице еще даже теплее будет только что будет некомфортно спать то что немножко будешь в тесноте но зато будешь теплы в тепле находиться в общем пока спим покажись в ордер записываешь что я смотрю сейчас удаление сделаю здравствуйте дорогие друзья сегодня 13 июня 2015 год сейчас время сейчас скажу 1442 по моим если не врут в ордер меня накормил рисом с вермишелью да да вот я сейчас подкрепился сейчас буду рассказывать что мы тут делали я спал отсыпался отдыхал грибобаз с этим с игорем джаном у них водные прогулки на лодках они плавают смотрят красоты природы посмотри что покажи что наступила жара 40 градусная чтобы изнываем от нее это под течет да с погодой нас обманули но это в интинском районе в инте так должна быть жара а здесь что-то нету жары прохладненько в общем вы где спали то в избушке там но там что-то плохо там какая-то нары какие-то получается голова внизу ноги вверху да да под уклоном под уклоном да ну а так тепло было да да хорошо ну и я в палатке спал тоже так прохладненько но не как бы не холодно или и не жарко в общем ну поспал хоть вот у нас тут кучки дров вот такая кучка дров такая кучка дров потом вот такая кучка дров так вот еда наша есть еще завтрак туриста может вечерком надо будет что-то сготовить не еще банка есть у меня такая свиная тушенка чек поставь в орнир пожалуйста еще чайком догонимся сверху так чтоб хорошо совсем стало пока ребята там на плаваются до мусора я вам уже показывал мы сейчас еще раз покажу да да это гриба бас тут собрал мусор что-то вот у меня такое предположение вот эта куча это тоже какой-то старый мусор просто она заросла что-то мне так кажется я сейчас пойду пойду покажу озеро пойдешь со мной озеро показывать сейчас вам покажу озеро это второе озеро получается бугринские озера первого озера я так понял пиарговый называется сейчас комаров не так много видимо из-за того что прохладненько я тут видел шмеля осу на насекомых вот таких таких заметных маловато типа шмелей пчел тут я так понимаю вообще нету вот сюда приходят промышляют рыбу люди тут сейчас увидите старые сетки тут вам может быть заметить не знаю у трава только начинает растить расти видите она только как бы не так много и это еще травы вот кстати жужжит но его сейчас не поймать на жжи ты быстро летает чтобы в кадр поймать это насекомое вот озеро ну что-то и горджана и гриба баса не видать где они там куда они пропали видать а что-то вот сейчас я голоса стал слышать значит уже наверно обратно плывут скорее всего потом по карте посмотрю как это озеро называется уже напишу наверно название видео название этого озера до голоса слышно может вы даже сейчас услышите я сейчас прийти к нам буду молчать специально вот слышали гриба сказал понятно да плывут обратно наконец-то то их уже заждался грибы бас все мечтал поплавать на лодочке птички тут вот так послушаешь птички всякие разные поют ну я думаю даже может быть и лучше что такая погода главное чтобы дождя не было то есть было было бы жара изнывали бы от жары потели бы и комаров было бы тьма а то пойду сейчас я там наверно подогрелся пойду чаек пить вот видите сеть какая-то тут старых сетенка китайка или как называют вот цветочек вот какое-то зеленое растение интересное такое а вот можжевельник сейчас вам покажу можжевельник запах у него такой хороший вот сейчас листочки черники вам покажу вот эти листочки черники дождаться их что ли поснимать как они плавают какая-то яма типа нычки что скорее всего нычка какая-то была спрячусь буду делать скрытую схемку гриба паса и найдем точку они сейчас не засекут пока сюда спрятаться с березы вот я уже вижу найдем если его поймаю гриба паса еще не видать сейчас ждем гриба паса вот гриба паса появляется гриба паса наконец-то он появился гровосек так все пошли ну бери что ты там с собой берешь там смотри этот топором лодку не повреди гриба паса рассказывает как он плавал мы говорим как плыли игорь плыл у него лодка была ну да весла были большие он греб и лодка сна хорошо а у меня везла были маленькие но я очень часто греб я себе руку маленькому самый ну как ну как натер мозг натер когда такая стер до крови короче плавать хорошо там приплыли мы и там была одна избушка мы в нее зашли он там короче как две таки палати правая стоит а левая почти упала печка такая небольшая такая типа как буржуйка вот такая уже старая такая нашли топор он уже такое ну уже прогнил так вот там уже короче надо будет его наточить вот и стакан уже на улице мы его забрали короче ну и плыли потом обратно вот и все было хорошо стакан здесь хотите вот избе оставить да вот такая стоит понятно вот так вот еще чайки были там о чай было много и это слетел у меня может заклеить тебя да и еще там комаров было много и короче как мы слезли у меня стою и там что когда около десяти комаров я аж гудят и все аж гусый такой я рад себя так отмахивал короче я не комар сел прямо на кончик носа сел я его отпрогнал чтоб не укусил вот такая штука и мне шея опять накусались но я все ее закрыл короче ну этим варняками ты будешь мазаться это потом да потом намажусь я давай заклеить тебе это ага и смотри а еще плыла на лодке короче это об лодку я уже рука стромлю так вот так короче надо заклеить и палец больновато был опять я раз опять так это короче отдыхал заживать хорошо 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 игорь джан спросил у гриба баса а потом когда гриба вас оставил или нет гриба вас рассказывает свою историю мы сидим когда дома в зале у нас был диван диван кровать стояла стояла короче перед кроватью сидел отец мать я сидел в общем короче я собираюсь жениться короче у меня невеста звали света это девушку звали это я тебе деньги собираюсь сам будет собрать деньги уже все было хорошо и уже собираюсь мы подавали подавали заявление в загс я займелся и лег в больницу она подавила одного паренька звали Ваня но он был мотогончиком ну на льду там мотогонки то здоровый такой парень она полюбила его вот и вышел за него замуж а он сам был с украины под пивом жил там он там такая девушка была небольшая он там жил они жили богато свой дом огород там все там было своя машина своя мотоцикл там были они жили очень богато вот у них еще была отмена я бы родился пацан назвали у сашей тоже это парень высокий здоровый а и двое этого девочка и мальчик вот там они жили понятно понятно после водных прогулок проголодались да 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 грибубас тоже подкрепился и м-м-м-м спасибо большое спасибо большое в городу он как заварил заварил все спасибо большое тебе перед вами повар ворнер ахахаха повар да лучший повар все время да да они целыми днями ужасы смотрят по интернету а чё там за история про самаху так расскажи чё ты под ником росомаха да понятно ну что я даже говорит даже страшно произносить ну расскажи ну пожалуйста ну пожалуйста вот эта история нежночком нежночком молодец и омское сложное пожалуйста так а может быть там какая-то поучительная может там какая-то поучительная история спасибо большое за виду товарищи курсненько молодец а ты гриба вас уже чай попил до как я спал в этом палатке не замерз а я уже стал замерзать опа выходить и короче как я лежу ты не храпел спал ты хорошо я раз тебя так и просто так уже вышел по маленькому я вышел короче все было хорошо и какая штука ты встал ты спишь а я один с кухня была одному я сижу уже час кипел на себе чайку кружечку встаю и такой голос у игоря далеко-далеко там я узнал саду и короче 7 пошел туда у меня 5-7 стоял короче потом идет вонверт идет игорь и такая береза палка на плече у него и топор такой идет с ним короче идут смеются такие веселенькие я ребята привет да здорово здорово привет ночью все напали и все было отлично вот так потом пошли короче вот там где вы там запускали там где у вас там бережок там была береза такая большая это было очень много ветвей на ней вот я взял пилу и пошел и короче там такой вот такой остался кулек все спилил попилил здесь я куда пошел там нашел две парки березов таких вот а распилил все коры пособирал упокадил тоже все сделать хорошо зеленых веток нарубал пилой напилил вот там потом тут такие ветки были на тачки уже это были короче я все сделал так что мне вообще плюс в ватниках сейчас хорошо тепло до тепло хорошо ты уже с ночи не стал снимать да не не так и мне они поставили есть на мне ты будешь так и ходить никогда так и буду не ходить еще короче я там как же это рублю дрова то они толстая такая короче такая и такая кривая да да не не кривая такая как сама так вот так вот как ведет я поставил не забыл заболел я пошел прилегла на туда на нара прилегла здесь в сборную на 10 встал и дальше водила всю эту штуку понятно ну давайте на палец тебе заклеить надо же поел время 16 50 примерно поставил подогревать чаек нам будет потом свеженький поставить а потом свеженький чай и костер чик надо как-то запалить это уже тухнула мне нужно позже он давать у нас папа чай попью запалю к костер хорошо ладно ты все дровами занимаешься да да ну я все зажил все дрова сожил все красивенько сожил вонки большие палки лежат здесь я вот туда принес положил ты все в кучке до пола да 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 все разу все забрал кора все все отдельно все красивенько вот вот и забор над чем не идет не значил он там на берегу должен быть понятно конечно проверь чем там дело я пойду прогуляясь вот какая-то яма хранить рыбу наверняка тут далеко не прогуляешься там этот будет ручей а 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 тут такая интересная полянка птичка где-то слышно рядом она не вижу я ее может вильник тут кстати виден виден выход на озеро это покажу вам приятный запах можжевельника ух ты тут какая сухая елка сухая елочка хорошая птички поют тут дрова еще полно дров еще одну вижу березу такую же мертвую березу сейчас покажу тут уже подъемчик такой кого нету я не знаю может он просто плавает там не знаю может гулять пошел фиг узнать я тут вижу коптильня какая-то есть коптильня 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 крутильная коптильня и и Не прийдем.